Вы смотрите доклад про расширение и дополнение кубернетеса. Меня зовут Андрей, и последние 10 лет я работаю вместе с флантом. И там, собственно, мы повидали всякого. И в последнее время мы очень плотно занимаемся кубернетесом и хотим поделиться своим опытом. В зале сидят пара моих коллег, которые мне помогали с этим докладом, и в конце я их приглашу на секцию вопросов, если, надеюсь, такие будут. Итак, дело. Мы живем с вами в очень интересное время, и можем видеть, как кубернетес переворачивает нашу отрасль и меняет подходы к администрированию, которые давно устоялись. Кубернетес дал нам замечательные абстракции, и теперь мы оперируем не такими понятиями, как настройка конфига или запуск команды, как это было во времена шефа и ансибла, сейчас мы пользуемся такими абстракциями, как группировка контейнеров или сервис, или какой-нибудь еще лот-балансер, неважно. Еще благодаря кубернетесу мы теперь можем готовить наше приложение, не задумываясь о нюансах той или иной инфраструктуры, той или иной площадки, где это приложение в будущем будет работать. Будь то голое железо или облако в Амазоне или в Гугле, тоже неважно. Ну и наконец, с кубернетесом нам стали, как никогда, доступны для внедрения лучшие практики организации инфры. Я имею в виду всякие техники масштабирования, самовосстановления и прочая отказоустойчивость. Но если бы все было так гладко, я бы здесь не стоял. И кубернетес не мог не создать каких-то своих вызовов, с которыми нам пришлось бы иметь дело. Давайте разберемся, о чем речь. Вот смотрите, есть у нас три DevOps-инженера. Это Петя, Маша и Артем. И у всех у них в своем каком-то активе есть какие-то свои площадки. Ну, свои серверные какие-то площадки. У Пети есть собственное железо, у Маши есть учетка в Амазоне, а у Артема есть только свой ноутбук. И все они для каких-то своих нужд подняли по кластеру кубернетеса. И эти кластера у них замечательно работают. Но очевидно, что эти кластера у них получились разные. Почему? У всех этих кластеров совершенно разные подходы к организации дисков, к организации сети, ну и, наконец, по организации приема клиентского трафика. Ну и возникает вопрос. Это что, кубернетес это какой-то комбайн, который умеет все и вся, и который умеет учитывать все нюансы всех возможных инфраструктур? И на самом деле да, но не совсем. Вот смотрите. Кластера у ребят получились разные. Но все эти кластера содержат какой-то свой функционал. И если разобраться, то окажется, что далеко не все эти функции уникальны. И есть такие функции, которые присутствуют абсолютно в каждом кластере. И именно за эти функции отвечает ядро кубернетеса. И действительно, если бы кубернетес пытался нравиться всем и решать все проблемы всех пользователей, он бы действительно превратился в комбайн. Но он гарантирует работу только тех функций, которые гарантированно есть в каждом кластере у каждого пользователя. Но с другой стороны, он дает замечательные возможности для расширения. И именно расширение и дополнение кубернетеса отвечают за все остальные задачи, за все задачи пользователей, которые какие-то уникальны. Ну и давайте посмотрим, что же нам дает само ядро кубернетеса. Тут все, в принципе, просто. Кубернетес лишь определяет базовый напор примитивов. Например, для группировки контейнеров. Или для управления трафиком. И для многого другого. И если эти термины вам не знакомы, или вы хотите просто поближе познакомиться с кубернетесом, то очень рекомендую вам доклад нашего техдира о нашем опыте с кубернетесом. И в этом докладе очень подробно разобраны все основы кубернетеса. И на этом с хедром закончим. И перейдем к дополнениям. Что же это такое? И кто за эти дополнения отвечает? А за дополнения отвечаем мы с вами. Это мы должны выбрать, настроить и установить в кластер такой набор дополнений, чтобы наш кластер обрел нужную нам форму. И давайте посмотрим, что за дополнения бывают на примерах. Первый пример. Есть у нас пара нод в кластере. И на одной ноде работает пара подов. И если вы не знаете, что такое под, то считайте, что это просто контейнер. Так будет проще для понимания. На еще одной ноде у нас работает один под. И очевидно, что нашим подам иногда нужно друг с другом общаться. И не только в рамках одной ноды, но и в рамках всего кластера в целом. И установив кубернетес, мы выясняем, что сеть-то не работает. Кубернетес никоим образом не гарантирует нам эти связи. Кубернетес лишь определяет интерфейс для организации сторонних дополнений, которые мы с вами должны поставить. Мы устанавливаем дополнение, и это дополнение берет на себя работу по настройке сети в кластере. Ну и, собственно, это наша задача. Еще пример. Иногда нашим приложениям нужны диски. И очевидно, что дисковые решения бывают совершенно разные. И так исторически сложилось, что все эти реализации этих дисковых решений находятся в ядре. Но с этим на самом деле активно борются. И все новые реализации каких-то новых дисковых решений принимают только через специальный интерфейс, который называется CSI, о котором только что Владислав рассказывал. И все те решения, которые сейчас уже находятся в ядре, полежат там еще какое-то время из соображений совместимости, но пройдет время, и их оттуда выметут в пользу этого интерфейса. Еще пример. Ваше приложение не имеет смысла, если вы это приложение не опубликуете в интернете или где-нибудь там, где вам там надо. И на этот счет у Kubernetes есть решение. Называется IngressController. И опять же, поставив кластер, мы выясняем, что IngressController никак не реализован, он только определен. И опять же, наша задача выбрать какое-то из дополнений, поставить в кластер, и Ingress заработает. Еще пример. Есть замечательная компания Let's Encrypt. Я думаю, все вы о ней знаете. Благодаря ней мы можем бесплатно, а самое главное автоматически, заказывать сертификаты для своих доменов. И ведь же это здорово и удобно, иметь такую возможность в своем кластере. И на этот счет есть специальное дополнение, которое решает эту задачу. Называется CertManager. Что делает CertManager? Он определяет свой примитив или кастомный ресурс, если хотите. И к этому примитиву он дает контроллер, который реализует логику общения с Let's Encrypt. Отвечает за акме-челленджи. И как это все работает, и как этим пользоваться? CertManager работает где-то там в кластере. Также в кластере работает наше приложение, у которого, естественно, есть ингресс с каким-то доменом. Если мы хотим к этому домену заказать сертификат, мы создаем псевдо-сертификат, который определил CertManager. CertManager получает об этом сигнал, забирает из этого примитива какие-то свои настройки, генерит ключик, к этому ключику генерит CSR-ку и отправляет в Let's Encrypt. Далее он проходит с ним акме-челлендж и получает в случае успеха готовый к употреблению сертификата. Остается его кинуть в наш нейспейс, и сертификат заработал. Очень удобно, мое любимое дополнение. Идем дальше. Есть еще один пример дополнений, и это на самом деле не пример просто дополнения какого-то одного, это пример целого семейства дополнений. И CertManager, о котором я только что рассказал, это частный случай оператора. И что же такое оператор в общем смысле? Оператор определяет примитив или несколько примитивов, а может эти примитивы вообще не определять. Еще к этим примитивам он дает нам контроллер, ну или опять же несколько контроллеров. И логика, которую реализуют эти контроллеры, на самом деле ничем не ограничена, только нашей фантазией. И, например, мы можем реализовать такой контроллер, у которого мы можем, создав примитив, заказать готовый к употреблению кластер база данных. То есть мы создаем примитив, контроллер это дело замечает и разворачивает готовый кластер. То есть он берет все настройки кластера на себя, и для нас база в этом случае становится не набором контейнеров и настроек к этим контейнерам, а всего лишь примитивом, обычным рядовым примитивом, к которому мы все привыкли. И операторов подобных написано огромное множество на данный момент. Но хотя большинство из этих операторов на данный момент, мягко говоря, не готовы к продакшену, то эта ситуация рано или поздно изменится, эти операторы допилят, и мы с удовольствием перейдем на этот самый пресловутый уровень абстракции, когда для нас софт станет примитивом, а не чем-то иным. Ну еще пример. Например, есть у нас дипломент, и мы сказали ему создать нам три реплики нашего приложения. И все было хорошо до тех пор, пока не пришел трафик, и наше приложение на какое-то время прилегло. И чтобы не допустить рецидива, что мы сделали? Мы взяли автоскейлер и попросили его, если придет снова нагрузка, накинуть нам еще одну реплику. Таким образом нагрузка размажется, и сайт будет спасен. Вроде бы здорово. Но вопрос, а где автоскейлеру взять данные для принятия решений? Он что, должен сам ходить по кластеру, их спрашивать, узнавать, собирать эти метрики? Или он должен собрать эти метрики из какого-то источника? А из какого? Может быть, из Прометея напрямую? Или из Акметра? Или, может быть, из Датадога? Может быть, он должен ходить в какую-нибудь опишку облака, которая нам предоставляет облако, простите за кламбур. Ну и на худой конец он что, должен в Zabbix обращаться? И, как всегда, кубернетес пошел по своему любому пути. Так как вариантов реализации какой-то техники много, то он не стал изобретать кампайн, а сделал следующее. Он отделил интерфейс от реализации и дал нам интерфейс, который называется метрикс API. А реализацию, которая бегает по кластеру, собирает метрики и публикует их через метрикс API, он сгрузил на сторонние дополнения. Собственно, выбор, как всегда, есть. Еще пример. Все мы хотим собирать статистику и мониторить наши кластера. И тут, казалось бы, ставим Прометей, ставим Графану, вопрос закрыт. Но, как всегда, все не так просто. И к Прометею мы должны поставить еще целую кучу дополнений. Например, мы должны поставить кубститметрик для сбора метрик с объектов в кубе. Мы должны поставить нодэкспортер для того, чтобы собирать метрики с нод. Еще, если мы не поставим трикстер, который кеширует запросы к Прометею, то какая-нибудь более-менее серьезная дашборда в Графане уложит наш Прометей. А также, если вам, например, интересно хранить метрики долго, то вам в этом случае потребуется еще одна инсталляция Прометея, но уже с меньшим резолюшеном. И, как обычно, мало это дело поставить, нам еще это надо настроить. Мы должны настроить права для Прометея. Мы должны решить вопросы аутентификации Прометея в системных компонентах. Ну и, наконец, у Прометея очень много нюансов в конфиге, которые тоже надо учитывать. А также, зачем вам Прометей, если вы не собираетесь настраивать свои алерты? Алерты тоже надо настраивать. Графики кастомные наверняка вам тоже понадобятся, потому что стандартного набора нам всегда мало. И поэтому я вам сейчас рассказал на примерах, какие бывают дополнения. И на самом деле это вообще далеко не полный список. И дополнений этих существует целая гора. Например, мы для себя в Афланте выделяем 29 дополнений, которые обязательно ставим в каждый кластер. И все эти дополнения в сумме создают в каждом кластере по 250 объектов куба. И если раньше нам для работы хватало одного ингресса, когда мы только начинали заниматься с кубернетцем, то сейчас мы без этих дополнений не видим жизни без... не видим жизни нашего кластера. В общем, мысль такая, что без дополнений ваш кластер далеко не уедет. И с этим надо что-то сделать. Сейчас я вам расскажу еще пачку примеров, но уже из другой области, из области автоматизации. Вот смотрите, первый пример. есть у нас кластер, и в кластере работает наше приложение. А еще у нас есть приватный регистри. Что значит приватный? Приватный — это значит, что в нем надо логиниться. Иначе, если мы не залогинимся, наши о-имиджи не смогут скачаться, и, соответственно, приложения не будут работать. И на этот счет кубернетис предполагает, что к каждому поду должен быть привязан специальный секрет, в котором, собственно, лежат логины, пароли от регистри. И наша задача обеспечить нахождение этого ключа в namespace, чтобы поды могли скачивать образа. И как этот вопрос гарантировать? В принципе, можно раскладывать их руками, но приложений может быть 200 штук, и ключи иногда надо тоже менять. Отпадает. И тут, на самом деле, если мы обратимся к какому-нибудь более-менее опытному инженеру и спросим вопрос, как нам автоматизировать какую-нибудь рутину в кубернетисе, то он ответит популярным ответом в старшем в последнее время. Он попросит, скажет, напиши ты оператор, и вопрос закрыт. И действительно, операторы для этого и созданы. Мы в этом случае в нашем примере, например, можем написать такой контроллер и оператор, который будет ждать события появления namespace в кластере, и когда это событие произошло, он это дело заметит и забросит ключик в наш namespace. еще пример. Пусть у нас в кластере по умолчанию доступ в интернет из подов запрещен, но иногда таки этот доступ надо нам разрешать. И хотелось бы, чтобы механизм разрешения доступа выглядел как-то попроще, чтобы тот, кто этим будет пользоваться, не нуждался в каких-то дополнительных знаниях, в каких-то понимании работы полиси и прочего. И поэтому давайте условимся, что если на namespace висит лейбл какой-нибудь определенный, то в этом namespace доступ в интернет разрешен. Как нам это сделать? Опять же, с помощью оператора. Пишем контроллер, который ждет события, появления лейбла на namespace и закидывает в этот namespace полиси. И в результате доступ в интернет открывается. Ну и еще такой же пример аналогичный. Пусть у нас есть в кластере соглашение, что если на ноде висит определенный лейбл с определенным префиксом, то на этой же ноде должен быть и аналогичный тейнт с таким же префиксом. И как нам это реализовать? Опять оператор. И получается, что написание операторов для решения каких-то задач в кластере становится тоже неотъемлемой задачей для самого кластера. И вывод опять такой, что без этого никуда. И давайте подведем итог всего, что я сейчас сказал. Если мы хотим комфортно работать с нашим кубернетесом, то нам необходимо решить две потребности. Это устанавливать дополнения и писать какие-то операторы для решения каких-то повседневных админских задач. И давайте сейчас об этом и поговорим. Начнем с операторов. Как нам написать оператор? Все вроде бы понятно. Берем опишку кубернетеса, изучаем ее, вспоминаем какой-нибудь язык программирования, желательно го, потому что для него специальный фреймворк под это дело. Ну и собственно пишем контроллер. Все понятно. но выясняется, что опишка кубернетеса это достаточно нетривиальная вещь и с ней надо повозиться. Программирование это тоже не для каждого, это надо тоже уметь. Ну и самый фреймворк тоже содержит какие-то нюансы, с которыми тоже надо разбираться. И в итоге для того, чтобы написать контроллер, мы должны затратить существенные ресурсы на изучение матчасти. И ладно бы, если бы мы писали что-то великое. например, мы бы писали оператор для мойсквеля, то тут объем работ на изучение матчасти занял бы какую-нибудь несущественную долю всех работ. И нам было бы не так обидно. Но у нас, как правило, ситуация попроще и задача у нас тоже попроще. И в этом случае объем работ, который мы потратим на изучение матчасти, окажется существенно больше того объема, который мы, собственно, сделаем полезной работы. и в итоге мы попадаем в классическую ситуацию. Садимся решать задачу правильно, тратим время, время идет, задача не решена, и мы понимаем, что у нас еще куча дел, и давайте-ка мы сейчас напишем скриптик, а с операторами потом разберемся, в общем, вопрос решен. И получается, мы перед дилеммой потратить ресурс и обрести мощный и нативный инструмент для написания операторов или действовать по старинке, но быстро. И мы хотим с вами поделиться решением, которое стоит между этими двумя крайностями. Мы хотим предложить решение, с помощью которых вы сможете писать свои операторы быстро. и называется это решение shell оператор. Давайте сразу, как он работает. Есть у нас кластер, в кластере работает где-то опишка, без нее никак. Также у нас в кластере работает пот, в котором лежит бинарник нашего оператора. Это бинарник на гонопис. Рядом с этим бинарником лежит набор хуков, о них чуть попозже. И shell оператор подписывается на какие-то события в кубернетесе, и когда эти события происходят, он запускает соответствующий хук. Но тут вопрос, а на какие такие события подписывается shell оператор, и какие хуки он при этом запускает, как он понимает, какой хук запустить, когда какое-то событие произошло. А именно эту информацию передают нашему shell оператору сами хуки, и делают они это очень простым механизмом. Вот смотрите, хук это на самом деле обыкновенный скриптик на баше, или любой другой executable, можно хоть на сях, хоть на питоне, неважно. Важно, что он должен поддерживать единственный аргумент, конфиг, и на этот аргумент он должен выплюнуть нам простую JSON, в которой нам скажет, какие объекты его интересуют, и на какие события этого объекта реагировать. Вот и все. И сейчас мы с вами реализуем один из примеров, которых я показал выше, и вы поймете, что тут нет ничего сложного. Давайте, например, растиражируем ключи по новым namespace. Как мы это сделаем? Давайте начнем с написания хука. Тут все просто. Сначала мы обрабатываем аргумент конфиг, и на этот аргумент мы выплевываем простую JSON-ку. В ней пишем, что нас интересуют namespaces, и еще нас интересуют события создания namespaces. И получается, что нам остается написать логику. Тут тоже два достаточно простых шага. Узнаем из shell оператора, какой namespace только что был создан, и куб.ctl в этот namespace забрасываем наш секрет. Вот и весь хук, больше разговоров. Осталось что сделать? Давайте этот хук передадим каким-то образом shell оператору. Как это сделать? Shell оператор поставляется в виде докер образа. И наша задача взять наш хук и закинуть его в специальную папочку hooks. Осталось потом сбилдить да пушнуть. Вот и готов наш образ. Этот образ теперь осталось задеплоить в кластер. И для этого надо сделать два достаточно простых шага. Сначала пишем обыкновенный дипломент для кубернетеса, в котором мы указываем два важных момента. Первый момент. Мы указываем наш свежеиспеченный образ, который мы только что сделали. И второй момент. Мы, так как пишем все-таки какой-то системный компонент, и нам как минимум нужны права для того, чтобы подписаться на события в кубернетесе, а еще нам нужны права для того, чтобы раскладывать секреты по неймспейсам. И поэтому нам нужны особые права. А раз нам нужны особые права, то мы указываем особый сервис-аккаунт для кубернетеса. Ну, учетку, если проще. Осталось, дипломент есть, осталось, собственно, эти права настроить. И тут я в детали вдаваться не буду, тут все достаточно просто, но длинно. Поэтому скажу лишь только следующее. Вам потребуется создать, собственно, сервис-аккаунт, который мы только что указали в дипломенте, и к этому сервис-аккаунту создать набор правил. Далее останется этот набор правил объединить с нашим сервис-аккаунтом с помощью обыкновенного биндинга. Собственно, ничего сложного. И получается, что мы решили нашу обычную какую-то рядовую проблему нативным образом для кубернетеса. То есть мы написали целый оператор, который решает такую простую задачу. Но мы можем жить спокойно и быть уверены, что в каждом новом нейспейсе появится ключ. Есть еще ряд моментов, которые я должен сказать про шелоператор. Возможно, вам не нужны абсолютно все объекты, какого-то определенного типа. Возможно, вам нужны только такие объекты, на которых висит какой-то определенный лейбл. И шелоператор поддерживает такой селектор. И на самом деле его синтексис очень похож на селектор кубернетеса. То есть мы можем указать подобный лейбл в лоб или можем использовать match expressions. Об этом поподробнее в документации написано. следующий момент актуален больше для апдейтов. Почему? Допустим, у нас есть дипломент. А что такое дипломент с точки зрения кубернетеса? Это огромная джейсонка, которая у меня даже на слайд не влезла. И на самом деле эта джейсонка живет очень насыщенной жизнью. У нее тут и там что-то меняется, что-то происходит, и каждое такое изменение генерит события, которые, возможно, нам неинтересны. Возможно, нам интересно наблюдать только за каким-то одним параметром, например, за количеством реплик в теплоэмиде. И на этот случай мы предусмотрели специальный механизм, с помощью которого мы можем преобразовать эту огромную джейсонку в маленькую джейсонку и реагировать на события только те, которые происходят в этой маленькой джейсонке. И теперь то, что происходит за кадром, нам неинтересно. Но как только что-то тикнет в нашей маленькой джейсонке, мы на это сразу среагируем. Еще момент. Shell-оператор на каждый ивент передает нашему хуку информацию о том, где, собственно, что произошло и, собственно, все. Вам, наверное, больше и не потребуется. Еще момент. События, на которые можно подписываться и реагировать, вовсе не ограничиваются хуками от кубернетес, простите, ивентами от кубернетес. и, кстати, мы можем подписываться не обязательно на какой-то один тип ивентов одновременно. Мы можем подписываться на несколько объектов сразу. Так вот, ивенты не ограничиваются ивентами от кубернетес. Мы также предусмотрели ивенты, которые генерируют внутренний планировщик, а-ля кронтаб. И, опять же, таких планировщиков можно указать несколько. А также есть один хук, один ивент, который происходит единственный раз в момент жизни пода, в котором работает шелл-оператор. Это он-стартап. И мы на него тоже можем подписаться. Ну и напоследок, мы можем эти, никто нам не запрещает все эти ивенты, которые я только что перечислил, как-то комбинировать и указывать несколько ивентов на один хук. Еще важный момент. Шелл-оператор работает асинхронно. Что это значит? Это значит, что с момента, как в кубернетесе что-то произошло и сгенерилось событие, до момента, как это событие поступило на обработку в хук, может пройти очень много времени. И, например, мы подписались на создание объекта, и пока мы реагировали, этот объект уже кем-то был удален. И, соответственно, этот момент надо учитывать в наших хуках. И еще один важный момент, что если наш экзекьютор выполнит хук и получит ошибку, то он будет ее ретраить до тех пор, пока не получится аксесс. Либо мы можем попросить его об обратном. Ну и напоследок. Шелл-оператор экспортит метрики для примитая. Тут все просто. С их помощью вы можете понять, работает ли ваш шелл-оператор в принципе, вы можете понять количество ошибок, которые прошли на каждый хук. А также, так как он работает ассинхронно, значит, у него есть какая-то очередь, и вы можете размер этой очереди узнать с помощью экспорта метрик. Вот и все моменты. И, как итог, мы вам предложили решение для автоматизации каких-то рутинных задач. Причем автоматизация нативным для кубернета со способом, а именно написанием операторов. И этот шелл-оператор на самом деле берет на себя львиную часть по изучению матчасти и позволяет сосредоточиться только на написании логики, которая нам нужна. И надеюсь, это решение вам будет полезным. Итак, с операторами вроде бы разобрались, но я все равно подведу небольшой итог. Для того, чтобы решать вопрос автоматизации, мы можем, у нас есть выбор. Например, мы можем никак не автоматизировать то, что нам надо автоматизировать. Например, мы можем что-то раскладывать руками, если нам надо. Иногда это работает. Кронскриптики это тоже рабочий вариант, и мы за кронскриптики никого не осуждаем. Они работают. Но лучше решать вопрос автоматизации нативным для кубернет способом, а именно написанием операторов. И Shell оператор поможет вам сделать это просто. И конечно, если вы пишете какой-то великий оператор, то лучше наверное использовать фреймворк. Тут уже вам решать. И если с операторами мы разобрались, то давайте перейдем к установке дополнений. И расскажу я вам этот момент на нашем примере. На примере того, как мы шли к нормальному решению, которым пользуемся сейчас. Итак, когда мы только начинали заниматься кубернетисом, у нас на обслуживании была пара кластеров. и мы для себя никаких других дополнений, кроме ingress контроллера особо не выделяли, не обращали на них внимания. А почему мы на ingress контроллера внимания обращали? Да потому что в каждый разный кластер его надо ставить по-разному. И для того, чтобы как-то этот вопрос упростить, мы сделали несколько ямликов. Один для голого железа, один для AWS, ну и все, кластеров у нас еще мало. И шло время, кластера прибывали на наше обслуживание, и соответственно в нашей коллекции прибывали все новые ямлики. А также мы активно начали тюнить ingress контроллер под какие-то свои нужды. И получилось, что кластера под нашим управлением стали разнородными. То есть где-то у нас актуальный ingress, где-то непропатченный, где-то совсем старый, и нам это дело надоело. И мы поняли, что как-то надо это дело все приводить в порядок. И начать решили с малого. Как минимум мы просто написали скриптик, который принимал аргументом тип кластеров, которые мы хотим задеплоиться, и рендерил нужный ямлик сам. И выкатывал его в куб. на самом деле с этим скриптиком началась эпоха наведения порядка с установкой дополнений. И мы начали собирать опыт для того, чтобы решить этот вопрос нормально. И первый момент, который мы положили в копилку своего опыта, что нам нужен какой-то шаблонизатор. Нам же нужно ямлики рендерить. И поэтому без шаблонизатора нам будет тяжело. На тот момент мы заморачиваться не стали и рендерили все седиком. Шло время, классеров все больше, они все еще разные, и мы поняли, что без автообновления мы далеко не уедем. И мы опять же решили вопрос в лоб. Положили скриптик в гид, и по крончику его пулем и запускаем. Тут все просто. Опять же идет время, и мы поняли, что мы хотим такой же скриптик, но уже для Прометея. И с Прометеем получилась такая ситуация, что ему нужно гораздо больше данных, для него нужно отвечать на гораздо большее количество вопросов, чтобы этот Прометей установить. И мы для себя поняли, что эти данные, которые мы один раз ему ввели, надо где-то хранить. И лучше где-то централизованно, да еще и в кластере. И для себя мы этот вопрос никак не решили, на самом деле. Мы при повторном запуске просто бегали по кластеру и по объектам выдирали данные, которые нам нужны. Но для себя отметили, что централизованное хранилище какой-то настроек нам таки нужно. А еще мы поняли, что вовсе есть такие параметры, которые не обязательно спрашивать у пользователей. мы можем генерировать пароли. Тоже момент. Еще момент. Шло время, и нам стало страшно за нашу систему обновлений. Кластеров много, и риск выкатить какую-нибудь лажу на все кластера растет не по годам. Значит, и что мы сделали? Мы поняли, что нам нужно как-то стейджировать наши инсталляторы. И мы сделали просто. Мы завели несколько веток в GT и настроили крончик на разные крончики на разные ветки. То есть какие-то кластера у нас стали стабильными, какие-то кластера у нас остались тестовыми. Ну и напоследок, через какое-то время мы поняли, что нам доставляет очень много боли выкат с помощью кубит стейл аплая. Почему? Потому что он не до конца декларативен. Что это значит? Это значит, что он умеет только создавать объекты в кубернетесе, но не умеет принимать решения и удалять эти объекты. И поэтому нам он не совсем подходит, но в тот момент наши скрипты просто обросли удалением каких-то старых ненужных более никому объектов, но скрипты и таки обросли. И наконец у нас родилось два уродца, которые тем или иным образом как-то решали наши проблемы. Но мы их все равно очень любим, благодаря ним мы собрали необходимый опыт для поднятия какого-то нормального решения. А еще было несколько моментов, которые мы в принципе даже костылить не стали. Например, мы поняли, что мы толком никак не контролируем процесс обновления кластеров. То есть, да, мы получали какие-то алерты, если где-то обновляшка ингресса упала. Но мы, например, никак не мониторили ситуацию, когда кто-нибудь закомментировал крон на каком-нибудь кластере. То есть, мы об этом никак не знали. Еще момент. Опять же, есть такие параметры, которые не обязательно спрашивать у пользователей. И, например, в случае ингресса мы можем сами спросить у кластера, на какой площадке он работает. Зачем нам это спрашивать у пользователя каждый раз? Ну и, например, с Прометеем нам опять же не обязательно спрашивать у пользователя, сколько ресурсов нужно для работы Прометея. Мы можем посчитать их на основе количества метрик, которые нужны пользователю. То есть, просто прикинуть. И получается, что процесс discovery, настроек автоматический, нам тоже пригодится. И, наконец, если есть discovery, то пригодится и continuous discovery. Что это значит? Например, у нас есть кластер, есть ингресс-контроллер, которому, если не сказано обратного, он выкатится на все ноды в кластере. И, например, мы хотим, чтобы в ситуации, если у нас появилась выделенная нода в кластере, ингресс сам как-то это понял и перевыкатился с новыми условиями. Это называется continuous discovery. Итак, мы накопили багаж опыта и таки начали делать решение. Как оно выглядит? Берем shell-оператор, берем пачку хуков, и эти хуки, как и раньше, реагируют на события в кубернетесе и запускаются. К этим хукам мы добавляем хранилище values, а также к хукам мы добавляем хельм чартик и создаем компонент, который следит за хранилищем values, и если там что-то меняется, он это дело замечает и просит хельм перевыкатить наш чарт. И получается, что теперь мы можем среагировать на события в кубернетесе, запустить хук, из этого хука внести какие-то изменения в хранилище, и наш компонент это дело заметит и попросит хельм перевыкатить чарт. Вот такая схема. И на этой схеме мы выделяем два компонента. Набор хуков и хельм чартик, и называем это модулем. И модулей может быть несколько. К этим модулям мы добавляем еще понятие глобальных хуков. К этим глобальным хукам мы добавляем глобальное хранилище values, и еще компонент, который за этим глобальным хранилищем следит. И теперь, когда в кубернетсе что-то происходит, мы можем на это отреагировать с помощью глобального хука и изменить что-то в глобальном хранилище. Наш компонент это заметит и инициирует выкат всех модулей в кластере. Вот вся схема. И получается, что эта схема удовлетворяет всем тем требованиям, о которых я сейчас только что рассказал. За шаблонизацию и за декларативность отвечает хельм. Он и шаблонизатор, он и делает декларативный выкат. Вопрос автобновления мы решили следующим образом. Мы написали глобальный хук, который по расписанию ходит в registry и если видит там новый образ нашей системы, то перевыкатывает всю систему целиком, то есть сам себя перевыкатывает. Вопрос хранения настроек в кластере мы решили конфигмапом, в который сложили первичные данные для наших хранилищ. И при старте мы эти данные подгружаем в наше хранилище. Вопрос генерации паролей discovery и continuous discovery мы решили с помощью хуков и они с этим прекрасно справляются. Стыджирование решилось само собой благодаря тегам, которые поддерживают докер из коробки. Ну и за контроль результата мы сгрузили на выгрузку метрик. Аналогично Shell оператору мы выгружаем метрики, благодаря которым мы можем понять, выкатился наш модуль, сколько там произошло ошибок и так далее. И самое главное теперь, мы взяли все эти компоненты, которые вы видите на схеме, и объединили в единственный бинарник, который называется addon оператор. и схема теперь выглядит немножко проще. И на этой схеме мы можем выделить один главный компонент, это набор модулей. Да, теперь мы можем потратить немного усилий и написать какой-то модуль для дополнения и быть уверенным, что это дополнение будет установлено в каждый ваш кластер, будет обновляться само собой и реагировать на какие-то события в кластере и подстраиваться под эти события. Мы этим дополнением, мы этой системой, мы этим решением пользуемся более чем в 70 своих кластерах. И на данный момент мы опубликовали только альфа-версию. На хабре в понедельник мы планируем сделать анонс и зарелизить уже настоящую бету. Итак, мы с вами на примерах показали, что такое операторы и почему вам возможно понадобится их писать. И также предложили ряд решений, в том числе и свои разработки. Также мы поделились с вами опытом по установке дополнений. И надеюсь, этот опыт помог вам разобраться, какие могут быть проблемы с установкой дополнений и какие решения могут быть у этих проблем. Но, опять же, я вам рассказывал только про процесс установки дополнений. И тут может возникнуть вопрос, а где собственно взять модули? И да, у нас есть внутренняя коллекция модулей, которые мы пользуемся сами. И да, мы понимаем, что Shell оператор это всего лишь инструмент, и без модулей в нем особого смысла нет. Но, с другой стороны, без Shell оператора мы считаем, невозможно управлять дополнениями удобно и собирать какую-то вменяемую коллекцию своих дополнений. И да, мы хотим и планируем опубликовать свою библиотеку дополнений, но это будет следующий шаг, который мы сделаем летом. А сейчас я хочу вас поблагодарить за внимание, хочу извиниться за столько объем информации и попрошу не забывать ставить звездочки на гитхабе, мы их очень любим. Мы очень много сил и труда вкладываем в эти решения, и каждая звездочка для нас это бальзал. Соответственно, прошу своих коллег подняться на сцену, они мне помогут ответить на ваши вопросы. Это Ваня, он автор половины софта, который я только что озвучил, а Андрей внес наибольший вклад в нашу внутреннюю коллекцию модулей. Спасибо. Микрофона у нас на вас не хватит, поэтому я вам один отдам, вы как-нибудь разберетесь. Спасибо за секунду, да, спасибо за участие в первом петербургском хайлоде. Сейчас одарим людей или потом. Давайте сейчас, да. Вот, вопросы пока готовятся. Большое спасибо за участие. И первый вопрос был вот отсюда. Андрей, спасибо за доклад. Чувствуется у вас очень большой опыт. Я человек из продуктовой команды и не девокс. Хочу задать такой вопрос вам троим с большим опытом. Скажите, если есть советы, как нужно делать, то есть советы, как не нужно делать. А именно, есть ли граница, до которой не стоит начинать работать с кубернетисом? Если есть, то где она расположена? Какие критерии? Не знаю, наличие какого-то детикета человека, который будет заниматься кубернетисом? Или какой-то человек часов свободное? То есть где граница находится? Когда стоит впрягаться, а когда нужно использовать изоленту? Пару докладов назад выступали ребята из Amazon, и они мысли сказали, что они поощряют попытки, которые не удались. бизнес не поощряют эти попытки, в этом проблема. Соответственно, надо пробовать, и скорее всего зайдет. То есть это подходит для любой команды, неважно размер? Мне трудно представить ситуацию, где бы кубернетис для каких-то задач не подошел, и не очень понятно, что за команды и чем они занимаются. Хорошо, тогда это в кулуарах. Давайте в кулуарах вот поговорим. Очень широкий вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. У меня тут такой вопрос. Просто мне кажется, что пилить целый модуль, который будет закидывать в namespace секреты для регистрии это полный оверкилл. То есть не проще ли будет просто например закидывать сами секреты используя систему CI? То есть у нас получается в кубернете уже допустим есть namespace, у нас там есть диплоймент и они же там как-то появились. То есть они наверное появились используя систему CI и раз уже мы туда закинули диплоймент через CI, не можем ли тут же закинуть уже и секрет? это по-моему будет намного выгоднее по времени чем писать свой модуль. Я понял вопрос и на самом деле я его предусмотрел и в одной из версий доклада я объяснял еще и эту возможность. Да, но тут надо понимать что пример у меня синтетический и он лишь иллюстрирует возможные проблемы с которыми можно столкнуться. но опять же если у вас 200 приложений и вы диплоите вместе с каждым приложением ключ от регистри то в момент когда вам придется этот ключ поменять вам придется сделать 200 коммитов вашего приложения чтобы поменять ключ. То есть это тоже не очень удобно и вопрос такой спорный холиварный. Андрей Стас компания Arrival я знаю у вас большой опыт работы с сетями и я столкнулся с такой проблемой что я не могу в кубернете задеплоить приложение которому требуется динамически открывать и закрывать порты допустим что-то работающее по веб-ртс или что-то связанное с телефонии это физически невозможно архитектурно невозможно в рамках кубернете с кластера решали ли вы такие проблемы и каким образом я тебе могу посоветовать только хостнетворк так я и решил но то есть у вас не было опыта бог милу спасибо не пришлось здравствуйте спасибо за доклад скажите вот есть какие-то скажем так границы что ли ну такие очевидные когда ваше решение shell оператор недостаточно для того чтобы решить задачу и нужно начинать изучать API кубернете то есть то есть какие-то прям известные вещи которые нереализованы и не планируются я могу раз-два да меня слышно решение на полноценном языке программирования например на том же go с библиотекой с полноценным юнит тестированием к сожалению у нас не все модули подкрытые и туи тестами юнит тестами лучше использовать какое-то монолитное решение какой-то язык с какой-то конкретной библиотекой когда у вас есть программисты когда у вас есть конкретный кейс который вы можете полностью описать тестами вот тогда лучше использовать вариант с оператором это еще раз что-то среднее между костылем и чем-то хорошим мы не претендуем на всеядность могу добавить что иногда понятно на shell скрипте да то есть в баши я там парочку команд запустил и какую-то задачку решил и дальше вот этот кусочек shell скрипта я хочу показать другим командам например сказать вот ребят смотрите что я сделал и и просто пишется хук и все понимают как это начинает работать то есть это не решение каких-то как говорил Андрей великих вещей типа mysql оператор там кавка оператор вот быстро пойти что-то сделать и растиражировать другие кластера вот для этого спасибо большое вопрос на это видимо кончились большое спасибо за доклады и ответы обращайтесь вы как будете лучшего вопрошающего выбирать каким-то голосованием господи по-моему самый близкий к теме доклада был вопрос про границу между написанием нативного оператора полноценного или использованием шелл-оператора по-моему простите ребят я возьму этот выбран себе мужчина заслуживает мужчина с бородой шикарный отлично